Вклад в будущее. Сотрудники общества «Газпром Добыча Ямбург» поддержали всемирный день отказа от автомобиля. На работу они добирались пешком на служебном и общественном транспорте. Несмотря на минусовую температуру и снег, самые смелые из них рискнули приехать на велосипедах. За происходящим наблюдала наша съемочная группа. Он мог пойти пешком, но решил, что крутить педали для здоровья полезнее. Изморозь и снег его не испугали. За рулем двухколесного транспорта ведущий экономист планового отдела Юрий Ветошкин. Узнав об экологической акции «День без автомобиля», долго не раздумывал и решил поддержать. Со спортом я дружу с детства. Я катаюсь с пяти летом на велосипеде и иногда в межсезонье, как сегодня. В повседневной жизни Юрий преодолевает 7 километров в день. Поскольку от работы живет недалеко, чаще всего ходит пешком. Реже пользуется служебным транспортом. При наличии водительских прав личной машины нет. Во-первых, нет такой потребности, предпочитая экологический вид транспорта и предпочитая передвигаться иногда даже пешком. На своих двоих. Полностью отказаться от автомобилей в современном ритме жизни просто невозможно. Но напомнить общественности о проблемах, которые топливный транспорт наносит экологии, хотя бы раз в год. В компании считают своим долгом. В обществе «Газпромдобыча Ямбург» этот праздник у нас уже традиция. С 2011 года мы хотим продемонстрировать городу, что город – это не только город автомобилей, а город для людей и пространство для жизни. В среднем обычный легковой автомобиль ежедневно сжигает около 15 литров топлива. Расходуя их в атмосферу поступает примерно 9 килограммов углекислого газа. Его повышенная концентрация в воздухе приводит к так называемому парниковому эффекту. По мнению экологов, сегодня это одна из главных причин глобального потепления, о котором так много говорят. Спасибо большое. С праздником! Привет! Впрочем, участие в акции добровольное. Не все газодобытчики смогли поступиться личным комфортом. Но даже тот небольшой процент, приехавший на работу за рулем, не испортил общий вид экологически здоровой картины. Это способствует сохранению нашей природы, чистоты воздуха, нашей экологии. Всем, кто присоединился к акции, вручили памятные сувениры, флажки, зеленые ленты, шарики и кепки. На память об их личном вкладе в здоровье окружающей среды. Наталья Худяева, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Субтитры создавал DimaTorzok